Делать прививку от гриппа или нет? Ежегодно население стоит перед выбором. Мнения неоднозначны. С одной стороны, нужно защитить организм от возможной болезни, с другой, есть сомнения, не принесёт ли прививка вред. Специалисты же уверяют, вакцинация является единственным способом защиты от вируса. Вопросы, связанные с профилактикой заболеваемости гриппом, обсудили в администрации города совместно с медицинскими работниками и представителями санитарно-эпидемиологической службы. Инфекция гриппа ежегодно меняется, поэтому нет сомнений в том, что медики, инфекционисты работают ежегодно и предлагают всему населению быть привитыми от очередной модификации вируса гриппа. В этом году для предотвращения эпидемии нужно привить 40% населения, отмечают специалисты Роспотребнадзора. На сегодня вакцинации охвачено порядка 25%. В основном это люди, входящие в так называемую группу риска. Это медицинские работники, специалисты сферы образования, дети. На данный момент за счет средств федерального бюджета по группам риска у нас привито 16 330 человек. Это люди, которые включены в национальный календарь профилактических прививок. Всего выделено из федерального бюджета 19 880 вакцин. У нас имеются рекомендации о том, что отчисленности населения для предотвращения эпидемии необходимо привить 40% отчисленности населения. Люди, не входящие в группу риска, прививаются за счет собственных средств или организованы от предприятий и учреждений. Прививку необходимо делать в медицинском учреждении, имеющем право на проведение такой процедуры, к примеру, в городской поликлинике, поскольку вакцины требуют специальных условий хранения и транспортировки. Заместитель главного врача Рима Нигматулина отметил, что применяемые вакцины включают в себя все актуальные штаммы вирусов гриппа. Прививки можно делать в сентябре-октябре. За 2-3 недели организм должен выработать иммунитет. Кроме всего прочего, участники совещания обсудили и схему работы образовательных учреждений в период возможной эпидемии.